Да, катается по полу. Доброе утрице, мазафакеры. Валим вот сюда. Быстрый, как выглядит, что-то тебя снимает, привела себя в порядок? Пусть все нормально. Так, надо убрать вот эту штуку, потому что я смотрю в нее. Сейчас заправим. Так, время 9 часов и 44 минуты. Я первым делом проснулся и взялся. Первым делом проснулся. Я проснулся и первым делом взялся за камеру. Сегодня будет влог. Кота! Кота! Все поуходили, все. Сняется камера, только не я. Надо взвеситься и отправить Крису фотки. Норм. Неплохо. Смотрите. Пусть готова. Буду действовать по своему привычному протоколу. Как говорится, сейчас сделаю фотки, отправлю Крису и пойдем готовить завтрак. С вами Владимир Яковлев, друзья, и это мой влог, как вы уже поняли. Так, ну, погнали на кухню готовить пищу. Жена говорит, не надо ничего готовить, уже все готово. Потому что с камерой все как-то замедляется, все значительно. Надо к этому всему будет привыкнуть, так, чтобы это не мешало моим будням. Будним. Да. Короче, вот так вот жена впишется в твои дела, яйца приготовит, а овсянку нет. И получается дисбаланс. Потому что, когда сам все это делаешь, у тебя все свачено. Ты знаешь, когда надо положить яичницу, когда надо залить овсянку, когда надо ее достать в микроволновке. И в итоге все так синхронизируется, и завтрак получается готовым одновременно. И все сходится, и все четенько. То же самое и с планом. Когда атлеты начинают вносить в свои планы какие-то незначительные коррективы и пытаются как-то улучшить, как правило, получается, что-то идет не своим чередом. Так что лучше выполнять план на 100% и вообще не делать никаких левых движений. Тренер всегда знает, как надо, как все так сопоставить, чтобы в нужный момент, в нужное время все синхронизировалось и получился желаемый результат. Как я завернул? Не, ну я к тому, что ты хотела помочь, но сейчас яйца остынут, пока я буду варить овсянку. Я же хотела помочь, чтобы ты не планировался со своей карты, и ты бы не поставил себе овсянку, она была тоже готова. Да? Да. Правильно, Бути, я говорю? Больше не делаешь. Частично. Такой подпевдок. Даже частично не будет. Видишь, не угодишь. Ты готовишь – плохо, не готовишь – тоже плохо. Кашу я ставлю в микроволновку. С утра, вот опять же забыл, я принимаю пробиотики. Два вида. Уже год примерно, кстати, заметил, это сильно хорошо повлияло на мою иммунную систему. Я практически не болею. Не болел год. Ну, вот недавно заболел. Вот этой всей историей. Можно сказать, еще восстанавливаю свои показатели, которые были до болезни. Потому что я весил 118 килограмм. И кушал очень много еды. То есть, ну, организм прям был в таком рабочем состоянии. И затем, затем поболел. И еще раз плавненько восстанавливаюсь. Прям сильно плавно. Уже недели две прошло, да, с того момента, как мы переболели. Короче, до еды я пью пробиотики. И все, издобавок. На данный момент кардио я не делаю. И поэтому, поэтому вот так. Утро как-то началось не так. Надо с этим что-то делать. Надо просыпаться. На самом деле, мы еще пытаемся наладить режим. Конкретно сбился наш режим. Хотя я не могу сказать, что я не выспался. Я 8 часов сплю. Вне зависимости от того, во сколько я лягу. Я всегда стараюсь поспать 8 часов минимум. То есть, это как часть плана. Немаловажный сон. В общем, надо просыпаться. Аминный чардж с кофеином. Итак, друзья. Мой первый прием пищи. Это 6 цельных яиц. 2 банана. Овсянка 160 грамм. Фундуковое молоко. Уже не помню. Получилось где-то около 500 грамм. Ну и аминокислоты с кофеином. Со вкусом яблока. Попробуем. Вот так. Пока ем еще на тревогный подкаст. Гатлер Каст. Недавно, кстати, начал. Тем самым подтягиваю свой английский. Ну, плюс, получаю много интересной информации. Кстати, Рейган Граймс, он работал на трех работах. Охранником в клубе, продавцовом магазине «Спортпита» и днем персоналки. То есть, до того, как он открыл свой спортзал. Упоминал он здесь Серегу Куваева, кстати. Когда рассказывал свой путь к прокарте. Он же выиграл категорию 100, но Арнольд Классик на любительском. Куваев взял тяжей. И говорит, не помню, как зовут парня. Он был из России, но он был очень другой по сравнению с нами. Он сильно отличался. Мы были как дети по сравнению с ним. То есть, он был огромный. Тем не менее, да, Куваев чуть-чуть забуксовал. А Рейган уже третий раз поедет на Олимпию. Выиграл уже два. Прошел одно в Румынии и одно в Египте. Красавчик, красавчик. Ладно, я покушал, пью кофеин и иду заниматься работой. Ну что, продолжаю снимать влог. Время уже до хрена. Я занимался работой. Два часа дня. И вот сейчас я почувствовал, что хочу кушать. Буду готовить свой. Второй прием пищи. Грудка уже готова. Ее надо доставать. Я не трачу слишком много времени на то, чтобы приготовить себе еду. Так, ну все готово. Здесь 270 грамм куриной грудки и 100 грамм углеводов из риса. Больше ничего. Это мой второй прием пищи на сегодня. Катлер поинтересовался у Регана о том, сколько раз он посещает массажиста. Реган ответил ему, что он делает массаж три раза. В неделю по 90 минут. И Джей еще раз поставил акцент на этом. Обратился уже к зрителям и сказал, что это очень важно, что это нужно. Кстати говоря, я как раз таки тоже начал практиковать походы к массажисту. Благодаря Джая Катлера. Он в своих видосах довольно часто это упоминает. И говорит о том, что это необходимо для восстановления еду. Уже год. Вот. То есть, раньше я практиковал. Ну, раньше я ходил на массаж нестабильно, когда получалось. Один раз в неделю я хожу. Это минимум. Иногда хожу три раза, но чаще всего два раза. Особенно сейчас, когда у меня новый сплит. Я тренируюсь три дня подряд. Затем у меня один день отдыха. Вот каждый раз в день отдыха я хожу к массажисту. Но иногда я еще хожу после дня ног, иногда после дня груди. В зависимости от того, как прошла моя тренировка. Так, я доедаю рис и дальше, дальше за работу. Я практически все время, вот как просыпаюсь между приемами пищи во время кардио, только на тренировке. Я не занимаюсь общением со своими атлетами, со своими клиентами. Сезон намечается интенсивный. У меня готовится 47 человек. Но это только сейчас. 47 человек будут выступать. Как правило, у нас атлеты просыпаются за 10-8 недель до соревнований. До основных стартов, которые будут в России еще. Как они считают, время достаточно. 15-13 недель. В общем, я думаю, что это число еще увеличится. Кто-то сойдет с рельс, кто-то придет. В общем, это то, чем я занимаюсь, можно сказать, все свое время. Так, поэтому мне нужно еще несколько консультаций провести, пообщаться с ребятами. Потом я планирую покушать третий раз. И надеюсь, к этому времени вернется моя жена, так как она как раз поехала по делам. Если она вернется к этому времени, будет очень хорошо. Я попрошу ее, она поедет со мной в зал, где я буду тренировать сегодня ноги. И все это мы снимем и покажем в этом блоге. В общем, такие дела. Так, ну что, друзья, настало время моего третьего приема пищи. Предтренировочный прием. И это будет картофель. Сейчас покажу, как буду его готовить. Картофель у меня будет говядина. Вот я его нарезал. Вот я его выложил на тарелку. И вот я его упаковал в пакет для запекания. Вот такие вот пакеты. И сейчас отправляем картофель в микроволновку. И в обычном режиме разогревающем. Быстрый старт. На 15 минут, так как куски я нарезал толстые. В принципе, можно на 16. Все. Пока буду заниматься стейком. Вот он и стейк. Хороший кусочек. Не слишком много жира. Картошечка готова. Ну что, я приступаю. Это третий прием, как и говорил, предтренировочный. 350 грамм картофеля и 250 грамм говядины. Пока я кушал, смотрел опять подкаст. Джей Катлер рассказывает, как он готовился к Олимпии 2001 года. В общем, он не делал кардио вообще. Но тренировался два раза в день. Тренировался по принципу, например, если за одну тренировку он делал грудь-трицепс, то он разбивал просто на утро и на вечер. Например, утром грудь и вечером трицепс. Но на что он делает акцент, он говорит, что каждый раз после тренировки он ходил на 15-20 минут в сауну. И он верит в то, что это дополнительно стимулирует обмен веществ. Если вдруг кто-то решит попробовать, повторить, имейте виду, нужно пить очень много воды при таком расслаблении. Так, я собираюсь на тренировку. Перед тренировкой выпью шот из магния. 375 мг магния. Как раз сегодня мне привезли от фирмы SkyTech Nutrition. Выпил кофе, потому что время сейчас уже 7 часов. И я не очень хочу использовать стимуляторы посерьезнее. Так как тренировка ног и потом, возможно, будут трудности со сном. Вот пришла жена, как раз таки. И мы уже будем выдвигаться в зал. Магний я использую для того, чтобы проводимость нервная была лучше. Попробуйте и вы почувствуете разницу, как вы будете ощущать работу мышц. То, как вы их будете включать и вовлекать в работу. Ладно, погнали. Так, ну, мы уже помчали в тачке. А тут? Оператор. Оператор. У них песня такая была. Вот этот настрой увеселительный мне не очень нравится перед тренировкой ног. И говоря открыто, не очень я люблю снимать тренировки, так как не крути, все равно камера это такой фактор, который прилично таки отвлекает. Ты взял микрофон? Нет, не взял, как раз посмотрим, как этот работает, стоково. А если плохо работает, то что попьется? Ну, я не особо хочу там разговаривать, я хочу тренироваться. Пошли. Буду близко говорить, чтобы музыку приквикли. Так, ну что, погнали, короче. Привет. Зацените мою новую обувку для тренировки ног. Короче, я буду тренироваться костюмом. Прям под колонкой. Я в прошлый раз тренировался без обуви и почувствовал разницу. Так мне больше понравилось. Как-то нагрузка распределяется более равномерно. Стопа задает, так сказать, раздает правильно по квадрицепсу. Два разминочных подхода и затем сделаю три рабочих. Так, погнали. Первый рабочий подход. Двенадцать медленных повторений. Сделал пятнадцать. Второй подход уже повеселее. Уже прям, ух, припекло. Одиннадцать сделал. Очень больно. Так, сделал первый разминочный. Двадцать повторений. И сейчас три рабочих. Нет, сейчас еще один разминочный. И затем сделаю три рабочих. Сетами. Спам блюда. Спам иногда мешает тренироваться. Все начинает так же запекать, что невозможно терпеть. Спам блюда. Никакие комплексы, трулины, аргинины нам не помогут, если нет достаточно воды, если не обеспечить организм водой. Так, следующее упражнение – это жим-платформы. Тут мне нужно сделать также несколько разминочных подходов. Даже не столько, как для ног, для бицепса, а для стоп. Надо чуть-чуть притормозить. Потому что я за 14 минут скоро уже закончил всю тренировку. Продолжение следует... Семи в Азии. Покажите, что вы укрой, не вырву, не вырву. Да, вырву, не вырву, не вырву. Урву, не вырву. Урву, не вырву. Урву, не вырву, не вырву. Продолжение следует... Продолжение следует... Если выжимал раз 20, 20 с чем-то, то сейчас практически в два раза меньше повторений гораздо тяжелее. Но и лучшая работа мышц ощущается. Продолжение следует... 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 ладно как говорится никогда не сдавайся первый стакан просто лимонграсс сравнению вот со вторым шейком от этим смузи ладно пацаны час все это запью кисленьким шотиком магния перед сном и отдыхать это вкус прикольный ладно погнала я спать время у нас без десяти четыре утра выпью протеин полтора черпака очень вкусный протеин красавчик базара нет ладно напевать протеин ты мой шестой прием пищи сегодня и ложусь спать на этом я с вами прощаюсь и говорю всем пока друзья увидимся